Библейский портал экзегет.ру представляет 148-й псалом для библейского портала экзегет, перевод российского библейского общества. Но вот эти псалмы предыдущие, они все про хвалите Господа, да, там это основная центральная тема. 148-й не исключение, он начинается со слов «Аллилуйя» и заканчивается этими же словами. На самом деле два слова по-древнеюрейски «Аллилуйя» — это «хвалите Господа». И вот это все в этом псалме и звучит, давайте его сначала прочитаем, он небольшой совсем. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в высшине, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды сверкающие, хвалите Его небеса небес и воды, которые над небесами. Пусть все они имя Господне хвалят, Он сотворил их повелением Своим, Он поставил их твердо на веки веков, дал закон, и они не нарушат Его. «Хвалите Господа, обитатели земли, рыбы большие, глубины морские, молния и град, снег и туман, и бурный ветер, исполняющий Слово Его, все горы и холмы, сады и леса, все звери и все скоты, мелкая живность и птицы крылатые. Все земные цари, все народы, все властители и судьи земные, юноши и девушки, стар и млад, пусть все они хвалят имя Господне, ведь имя Его превыше всего, слава Его на земле и на небе, Он даровал победу народу Своему и прославил тех, кто боится Его, Израиль, народ родной для Него». Аллилуйя. И вот чем удивительный у нас этот псалом, ну не тем, что говорится «хвалите Господа», это у нас очень много где говорится, а в конце псалтири только это и говорится по большому счету, а тем, что здесь перед нами этот хор состоит из всего мироздания, начинается он с чего? «Хвалите с небес, в вышине все ангелы, все воинства, солнце и луна, все звезды, небеса небес», самое высокое, что есть в этом мире, и завершается «Израиль, народ родной для Него». Как это может быть? То есть Бог, который одновременно превыше всего, что есть в этом мире, Бог, которому подчиняются ангелы на небесах, который создал эти небеса этих ангелов, и все они пусть хвалят имя Господне, он сотворил их по велениям своим, ну логично, они знают, что они им сотворены, должны его хвалить. Он поставил их твердо, дал законы, они не нарушат его. Вот это такая мировая симфония, вселенская симфония прославления Господа, и вдруг все приходит к народу Израиля, как единственному родному для него, не ангелы, не небеса, не луна и солнце. Хотя они и нарушают закон, эти самые вот израильтяне. Более того, здесь в эту симфонию прежде Израиля включаются кто? Обитатели земли, рыбы большие и глубины морские, молнии и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и холмы, сады и леса, звери и все скоты. То есть это что же, мышки, птички и рыбки хвалят Господа прежде Израиля, и они тоже на свой лад. И только потом все земные цари, все народы, властители, судьи, юноши, девушки, старый млад, и только один есть народ родной для него, Израиль. Только, наверное, для христианина это будет уже новый Израиль, церковь, которая, собственно, составляет народ Божий во Христе Иисусе. Но вот это представление, оно ведь такое же точно, да? Огромный мир, мир, созданный Богом, мир, в котором Бог царствует, мир, который воспевает ему хвалу, который признает его своим царем. И только мы, те, кто для него родные, только мы, те, кто вступил с ним в эти отношения завета. И вот тут уже не то, что хвалить хочется, тут уже возникает какое-то оцепенение, возникает какое-то изумление, да как же это может быть, что мы такое перед ним? Что есть человек, что ты помнишь, его было в одном из предшествующих псалмов, а что есть мы, что ты помнишь нас прежде других людей, что ты сделал нас себе родными? Вот, чтобы понять, как на это можно ответить и к чему, собственно, все это приводит, ну, прочитаем 149-й. Продолжение следует...